МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидат депутата в Законодательное собрание Омской области от КПРФ по 17-му избирательному одномандатному округу. Виктор Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Виктор Комсюков, депутат Совета Колоссовского муниципального района Омской области 5-го созыва. Окончил Сибирскую автомобильно-дорожную академию. Виктор Владимирович, я знаю, что в Колоссовском районе не все гладко обстоит в сфере здравоохранения. Многие селяне при обращении в центральную районную больницу не могут получить помощь квалифицированную. В чем проблема? Дело в том, что не только в Колоссовской центральной районной больнице такая проблема существует. Это и Саргатский район, это и Любинский, и Марьяновский район. Я много проехал по Омской области, по нашему региону. Сложилось такое впечатление. Во всех центральных районных больницах, во всех ФАПах, существует катастрофическое положение дел по предоставлению медицинских услуг населению. Возьмем хотя бы один вопрос. Лекарственное обеспечение пациента, находящегося на излечении в стационаре. Поголовно, практически во всех центральных районных больницах, пациенты вынуждены покупать лекарства за свой счет. Тогда как существует фонд обязательного медицинского страхования. Но получается так, что врач назначает лекарства, а цены очень сильные и буквально неподъемны для нищенской пенсии пациентов. В практике деятельности чиновников районных больниц выявлен такой факт. Если пациент заявил свою принципиальную позицию как гражданин, имея право по конституции на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства, он звонит на специальный телефон Министерству здравоохранения Омской области. Там мило и любезно отвечают, что ваше заявление принято, ожидайте ответа. И буквально через 30 минут Колоссовская центральная районная больница уже предоставляет услуги этому пациенту по минимуму затрат на приобретение лекарственных средств. Эта ситуация сложилась в связи с тем, что недостаточно финансирования в центральной районной больнице со стороны ОМС. Однако чиновники здравоохранения, пользуясь этим, наживаются на пенсионерах, на больных. Покупают лекарства за счет ОМС, прокручиваются через свои аптеки, районные, больничная аптека. И делают накрутку на лекарства, на ценку. Поэтому лекарства становятся еще дороже, чем в обычной аптеке. Для многих жителей Омской области остро стоит вопрос газификации. А как дела с этим обстоят в вашем районе? Деятельность Единой России на протяжении 20 лет показала то, что никоим образом они не заботятся об улучшении благосостояния условий проживания населения. 20 лет прошло, Единая Россия сделала мизерную толику для того, чтобы газ был в каждой деревне, в каждом доме. Поэтому моя задача и позиция требовать, жестко требовать, возбуждать население к тому, чтобы активно критиковать существующую власть с целью подвижки в решении этого вопроса. На сегодняшний день какой процент поселений газифицирован? 0%. В Колосовском районе 0%. Соргатка не может дождаться газа. Если Любинский район, Марьяновский район газифицированы, ну опять несправедливо. Есть деревни, есть дома, есть семьи, которые желают иметь газ в доме, но власть к этому не стремится. На что еще жалуются жители округа, по которому вы баллотируетесь? Мои избиратели всегда мне говорят, образовалась в государстве какая-то система, итогом деятельности которой получается так, что власть не хочет слышать нас. И если такая ситуация существует в нашем обществе, это пагубно для дальнейшего ее развития. Это в общем, а если говорить о частных проблемах? Давайте возьмем Марьяновский район. Вроде бы сделали благое дело. Построили поселок западный. Красивые, добротные дома. Люди вселяются. По прошествии двух лет паводки весенние показали, что получилась абсолютная безграмотность в действиях исполнительной власти. Восемь улиц в западном направлении районного поселка Любино затоплены в течение уже трех лет. А в этом поселке есть даже дома, группа домов, куда люди даже не могут подъехать. А по узенькой тропинке намощенной таскают, ходят на работу и перетаскивают вещи и мебель. Представляете? Есть даже такая деревня, политотдел называется. Завезли стадо баранов, которое размножилось, да и неимоверного множества, и заняло все пастбище и все поля. Люди не могут пасти свой скот домашний. Сено заготавливают вручную по куветам дорог. Это же несправедливость. Землю оккупировали. Нашу народную землю оккупировал какой-то частный кличник в свою угоду, в угоду областных региональных показателей, что животноводство растет. А люди живут еще хуже, хуже и хуже. Они не имеют возможности держать свое полноценное хозяйственное подворье. По Любинскому западному поселку затрачены огромные бюджетные государственные деньги, а люди не получили комфортных условий проживания. Что касается безработицы, это вообще государственное оружие, которое убивает государство. Мужики спиваются. Женщина остается одна. Неполноценная семья. Мать-одиночка. Многодетная семья. Государственные законы, которые принимает Государственная Дума в своем большинстве Единая Россия, а антинародные, они уничтожают. Они уничтожают семью, ячейку, основу государства. Проблемы действительно масса и глобальные, и локальные. Для их решения, на ваш взгляд, что нужно сделать? Всем людям, которые оказались в результате таких последствий действий Единой России, в ненормальном обществе должны прийти на выборы и проголосовать за депутатов, которые представляют постоянные интересы народа. Десять шагов, которые предлагает Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Зюгановым Геннадием Андреевичем, сможет вывести из кризиса и разрухи наше государство. Но только при одном условии. Нужна массовая поддержка народа. Виктор Владимирович, вы являетесь депутатом Совета Колоссовского муниципального района. А сейчас идете в Заксобрание. Для чего? Я не хочу прожить свою жизнь, как спичка. Загорелась. Сгорела, и все. Я хочу оставить память на земле. Я хочу отдать частичку себя людям. Лишь только после этого я скажу, я самоопределился, я само реализовался. В Заксобрании у вас будет больше полномочий? Конечно, несомненно. Я могу работать напрямую с прокурором Омской области, с другими надзирающими органами федеральной власти. Если я работаю как депутат районного совета, мне проходится преодолевать много инстанций, прокуратуру, обращаться в федеральные надзорные органы поэтапно, а депутат Законодательного собрания имеет практически неограниченные возможности. Причем назначение депутата не для того, чтобы раздавать подарки, особенно в предвыборную кампанию, а для того, чтобы правильно голосовать, правильно писать законы. Законы должны быть для народа, для улучшения его благосостояния, а не для тех олигархов, которые составляют кучку олигархов, которые оббирают государство, и мы имеем государство российское обездоленное и нищее, которое не может обеспечить достойное существование каждого гражданина России. А вам, как депутату районного совета, чего удалось добиться уже, чем вы гордитесь, чем удалось помочь жителям вашего района? Я горжусь тем, что в результате моей деятельности очень резко повысилась активность населения, граждан. Появилось такое понятие гражданская активная позиция у людей. Очень многие люди меня поддерживают. Становятся на платформу активности своими критическими замечаниями, предложениями. Стимулируют исполнительную власть делать так, как хочет народ. А в случае победы на этих выборах каким действием приступите в первую очередь? В случае, если избиратели поймут меня как человека, как депутата, который действительно представляет их интересы, моя первая задача сплотить депутатов законодательного собрания вокруг идеи все принадлежит народу и все нужно делать для того, чтобы это было полезно народу. Пресловутый закон Омской области, принятый в 2015 году о выборах в органы местного самоуправления нужно немедленно отменить. Люди обижаются, люди возмущаются, люди просто ненавидят чиновников власти за то, что их отлучили от участия в прямых выборах по выборам мэра, глав муниципальных районов, глав сельских поселений. Мне хочется защитить каждую женщину, которая является по статусу многодетной матерью. Государство очень сильно обижает эту категорию населения. Мне хочется поднять вопрос о судьбе наших престарелых и инвалидах. К сожалению, молодое поколение очень невнимательно к ним относится. И задача государства достойна обеспечить жизнь и существование этих людей. В каждом районе должен быть интернат для престарелых и инвалидов, где максимально оказать внимание людям, максимально оказать общение этим людям. Пусть они доживают свой век там, где родились, где принесли пользу людям и обществу. В настоящий момент складывается такая ситуация, что 40% людей, обладающих правом голоса, не ходят на избирательные участки. Эти 40% автоматически уходят нашим оппонентам, представителям правящей партии Единая Россия. Поэтому и получается большинство в законодательном собрании, в Государственной Думе принадлежит Единой России. Наша задача активизировать самосознание отношения к обществу каждого человека, пригласить на выборы 18 сентября. Пускай это будет ваш голос. Как хотите, так и голосуйте, но придите на выборы, проголосуйте. Виктор Владимирович, спасибо за разговор. На этом наш диалог завершен. Я напомню, гостем нашей программы был Виктор Комсюков, кандидат депутата от КПРФ по 17-му избирательному одномандатному округу. До новых встреч, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok